С праздником, дорогие братья и сестры! Честной и живозвращий крест Господний сегодня в центре нашей молитвы, нашего духовного делания. Мы осмысляем, переживаем, сопереживаем, разглядываем, как располагаются люди вокруг креста. Есть понтипилат, есть римские воины распинающие, есть интригующие и требующие смерти первосвященники, есть всегда толпа. Коллективное сознание, оно такое очень эмоционально подвижное, меняющее свои оценки. Есть ученики, любимые, испуганные, разбежавшиеся. Есть женщины, верные, до самой смерти. И есть мы, которые тоже где-то находятся, когда распинают Христа. Мы не можем избежать, мы так или иначе в какой-то перспективе этот Голгофу и распятие лицезреем. Я желаю, чтобы Господь был милостив к нам, и мы были среди тех, кто под тяжестью креста, подобно Симону-Перемиянину, я тоже сгибался, помогая Христу его нести. Чтобы все то, что является тяжестью и скорбью нашей жизни, жизни каждого из нас, мы приняли с верой и радостью. Это, вот тогда это будет подвиг нашей веры. И мы даже, живя в рамках нашей христианской общины, небольшой, да, мы видим, как по-разному мы живем. Кто-то несет из наших братьев и сестер тяжелый телесный недуг. Тяжелый он, потому что он в перспективе каждого дня жизни, да, он не уходит. А как бы давлеет. И это не просто давление физическое. Медуг давлеет над всем, над образом мыслей. Да, потому что очень много сил тратится на то, чтобы вот потерпеть. Да, и когда эти душевные силы, эмоциональные силы, физические силы, да, вот они тратятся вот просто для того, чтобы вот понести этот крест. Да, как мы можем требовать от такого брата или сестры чего-то, ну, сверхъестественного, там, лишних улыбок, какой-то такой, знаете, вот беззаботности, такое, да, восприятие жизни. Нет, мы не можем этого требовать. Вот, есть эти разные типы крестоношения. И только лишь тогда обретается вот утешение и какое-то вот осознание, да, вот эта радость крестоношения, крестная радость, она обретается, когда мы не то чтобы понимаем, да, мы переживаем того, что все это имеет очень глубокий смысл. Пусть все тягостное и тяжелое, что придется нам и приходится воспринимать в нашей жизни, мы будем воспринимать как дар Божий, как возможность. И вот, как сегодня мы слышим в проповеди владыки Антония Сурожского, преснапоминаемого, слышим слова о том, что крест, он призывает нас отдавать свою жизнь. Вот это отдача жизни. Вот, и то, о чем говорит владыка, созвучно, очень глубоко, соединено со словами Евангелия, я думаю. Кто хочет сберечь свою душу, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу, меня ради Евангелия, тот спасет ее, бережет ее. Да, вот этот, вот этот парадокс, парадокс, немыслимый, немыслимый скандал вот креста, он, мы можем, знаете, как вот жить, такой своей повседневности, даже христианской нашей жизни. Вот, но приходят вот эти дни, когда мы, средоточенно, наше внимание сосредоточивается на кресте. Мы слышим евангельские слова окрестных страданий. И очень узкий, тесный путь и для мыслей, и для поступков, и для наших, движений нашей души. Тот, кто хочет следовать за мною, отвергнется из себя, возьмет крест свой и за мною допоследует. Эти слова впервые произносятся в жизни человека, когда ему надевают в Таинстве Крещения, предлагают на грудь, на перстный крест, на тельный крест. Вот эту миссию мы призваны исполнить. Мы очень разные. Кто-то более отзывчивый, кто-то, кого-то жизнь научила служить ближним, кого-то нет. Кто-то более отзывчивый, открыт, кто-то сокрыт лично сна. И более эгоистичен. У каждого свое задание. Но крест являет нам вот этот призыв, который не оставляет каких-то кривотолков и различных толкований. Перед крестом Христовым каждый из нас со всей своей совокупностью своих качеств очень ясно, совершенно четко понимает. И хочу вновь сослаться на слова владыки Антония Суворского, которые, например, звучат и в устах далекого от церкви человека, но тем не менее человек очень известного, Нобелевского лауреата по литературе Иосифа Бродского, который говорит, что человек – это совокупность поступков. А быть человеком, совершая эти поступки, можно только лишь, я убежден в этом, только лишь, осознавая весь смысл, осмысленность крестоношения. Сегодня очень важный день. Сегодня будет итоговое судебное заседание по делу бывшего директора издательства Белорусского Экзархата Владимира Селовича Грозова. Его многие знают в нашей церкви. Он такой труженик и человек незаурядный, очень такой импульсивный, талантливый. К сожалению, мир человеческих страстей, который наполняет и церковь, привел его к тому, что он вынужден смотреть на этот мир из-за решетки. И сегодня будет итоговое заседание, когда будет вынесен окончательный вердикт. Помолимся, потому что он наш брат. А какая разница? Знаете, как, я думаю, многие из вас, наверное, знаете, когда что-то случается в жизни человека нелицеприятное, да, звонят из соответствующих органов на работу, а уже говорят, а он у нас не работает, у нас нет такого, да, уже задним числом как это, зачистили. Вот, а мы так не можем поступать. Да, у нас есть вот наш собрат, у которого есть свастика на плече, выбитая по молодости татуировка, отец Константин в руке. Да, вот он свою чашу пьет, да, не фашизма, в котором его обвиняют, никогда он не был фашистом, что мы знаем его, мы знаем его жизнь, мы знаем его драму личной жизни, смерть его супруга, внезапную, мы знаем, что он способен на такие вещи, на которые многие, что называют себя христианами, вообще не способны. Он усыновлял детей, давал им жизнь, да, это риски, когда ты берешь ребенка, который, когда начинает взрослеть, он тебе такое развернет ракурс, да, что ты даже не будешь знать, что делать, и будешь винить себя в том, что ты не смог воспитать этого ребенка, который, будучи биологически составленный из других генов, да, он будет нести премия вот тех родителей, которые его зачали и родили. Вот, и я не вижу никакого повода нам, будучи христианом, когда мы называем себя христианами, вот, жить в таком забвении своих близких. Они могут быть разные, да, мы следим за своих родственников, у нас есть алкоголики, наркоматы, есть блудники среди родственников, но, тем не менее, мы понимаем, это кровь, это кровь, и от этого никуда не деться, а в нас течет кровь Христа, а это значит, что духовное наше естество, духовное родство, оно выше, значительней и крепче плотского родства, потому что кровь Христова это пульсация вечности в людях, которые верой своей соединились во Христе друг к другу в общении, в церковь, и поэтому церковь памятует о тайной вечере, церковь памятует о крестных страданиях, о смерти в воскресении Господня, и церковь памятует в каждом дне своей жизни, каждый отдельный член и вместе о тех братьях и сестрах, кто далече сущий, кто в узах, кто заблудился, кто отверг церковь, вышел из нее, вот, и мы не можем, вот, это крест, он всегда дает нам, мы имеем вот в каждом дне своей жизни, когда особенно отвлекаемся, как бы в мир смотрим больше, в мир погружаемся, да, мы начинаем мерить жизнь мерками мирскими, конечно, нам хочется вот создать этот уютный, добропорядочный, без изъянов мир своего эгоистического бытия, но мы обречены и слава Богу, обречены на невозможность жить для себя, это возможно, даже молясь в храме, но совесть, она будет постоянно, постоянно, она будет надоедать, этот голос будет не утихать, и это внутреннее свидетельство вот того подлинного пути, по которому нужно идти, а я не иду, оно будет постоянно, даже если хотите, угнетать нас, до тех пор, пока мы не отлинем все и не начнем отдавать свою жизнь в каждом ее дне по слову Владыки Астония. С праздником Креста! Поклонимся честному Кресту, воспоем гимн, пойдем поцелуем двести, пойдем там. Пойдем там. Пойдем там. Славим! Славим! Кресту Твоему поклоняемся, Владыку! И святое воскресенье Твое славим! Славим! И святое воскресенье Твое славим! Спаси Господи за молитву, с праздником Креста на аналое, прикладывайтесь, напоминаю о том, что 14 октября в праздник покровки Святой Богородицы состоится великое освящение храма всех святых на улице Калиновского города Минска, великое освящение будет совершать патриарх московский в Сеарусе Кирилл, поэтому мы объявили еще ранее, приглашаем записываться и составляем список участников вот этого торжественного богослужения в день покровки Святой Богородицы, поэтому обращайтесь с вечной киоск, благодарим за молитву, за ваше пожертвование, мы созидаем колокольню сейчас, как видите, подвозится потихонечку не так быстро, как хотелось, но тем не менее подвозится строительные материалы и с Божьей помощью я надеюсь, что мы к весеннему сезону, когда сойдут снега, мы приступим к нашему дому социального служения, строительстве, поэтому, конечно, все силы нашего прихода, а приход я имею ввиду молящихся, прежде всего братья и сестер, напряжены, вот, прошу молитв о рабе Божьем Всеволоде, о Владимире, вот, в вузах сущем, прошу молитвы о рабе Божьем Игоре, старости нашим, Александре, нашим труженике, вот, прошу молитвы о наших казначеях, вере, о наших, всех, кто служит храму, да, не только лишь своей молитвой, но и каждый днем своей жизни, наши братья и сестер. Спасибо Господи за молитву, с праздником, сегодня вечером